Всех вас приветствую в познавательной рубрике о Трансформерах, а именно вся правда о Трансформерах. Сегодня вновь три Прайма, которые вероятно связаны между собой, даже если и чуть-чуть. Начнется видео с Квинтуса Прайма, затем Льже Максима, а закончим видео на Солус Прайм. Что ж, приступаем и приятного просмотра. Ученые из 13 Квинтус Прайм обладают непроизойденным умом. Его идеализм и склонность к перфекционизму приводят к тому, что он часто обладается с менее изобретательными членами 13. Будучи кем-то вроде мечтателя, Квинтус верит, что жизнь во всех ее формах является самой важной вещью во Вселенной, и что жизнь следует поощрять к росту и процветанию любой ценой по всей галактике. Соответственно, он владеет Эмберстоуном, артефактом, который может ускорять биологические процессы в базовых элементах. Интересно, а теперь информация из Завета Примуса. Квинтус был 10-м Праймом, созданным Примусом для борьбы с Юникроном. Его артефактом был Эмберстоун, и он стал одним из стратегов 13-ти, наряду с Альфа Трионом, Микронусом Праймом и Же Максима. Чтобы победить Юникрона, Оптимус Прайм подверг свою искру. Ее частота почти идентична собственной антиискрей Юникрона, сбившей обоих в статистный замок. В последствии Квинтус использовал свой камень, чтобы разбудить Оптимуса. После поражения Юникрона, Квинтус свободно перемещался между кликами, сформированными в группе вместе с Альфимиком Праймом и Оптимусом Праймом. После того, как Максима рассказал, что Прима планировал настолько вероятно, что каждый член 13-ти будет развращен присутствием Юникрона, выяснилось, что Квинтус работал вместе с Максимом и Мегатронусом на создание новых роботов-зверей. Прима с подозрением относился к этим зверям и приказал закрыть ферму. Между 13-ти успехнул конфликт по поводу того, имеет ли Максима право создавать новую жизнь. Голосование было равным, пока Солус Прайм не проголосовала против разрешения Максима создать новых зверей. После того, как Мегатронус случайно убил Солус, Квинтус был среди членов 13-ти, которые потребовали, чтобы Мегатронус был найден и заставил заплатить за его преступление. Когда эпоха простых чисел закончилась, Квинтус отправился в космос, чтобы посеять жизнь, надеясь создать новые расы, которые однажды могли бы формировать мирные союзы с Кибертроном. Его первой остановкой стала богатая металлом планеты, которую он назвал Квинтесса. Там он создал первых Квинтессонов, манипулятивную и лживую расу, которая стала менее чем дружелюбной к новым творениям Примуса. Когда Квинтессоны прибыли на Кибертрон, Альфа Трион задавался вопросом, что осталось по братам, лениво предполагая, что собственные творения Квинтесса, возможно, избавились от него, когда он им больше не был нужен. Так получается, Квинтессоны, как мы называем создателями трансформеров, были созданы Квинтессом? Может, значит, и в нашей реальности так? И, в общем, переходим к новейшему мультсериалу «Искра Земли». Один из тринадцати простых чисел. После того, как Квинтессон помог основать культуру Кибертрона, он покинул свой родной мир, используя свой Эмберстоун, чтобы посеять жизнь по всей галактике. При нераскрытых обстоятельствах Квинтессон отделился от своего камня, и он остановился в пещере на планете Земля, на которой был нанесен его знак отличия, а его звездолет остался на орбите планеты. Когда более поздние поколения кибертронцев оказались на планете, Робби и Мо Мальта нашли и активировали камень, создав Твич и Траша из лужи с водой, услышав голос Квинтесса. Когда они позже исследовали систему пещер вместе с Бамблами, нашли сообщения на древне кибертронском языке, но не заметили знаков отличия Квинтесса. После того, как Оптимус Прайм был проинформирован о том, как Террены ожили, он узнал Эмберстоун и с помощью Алекса Мальта объяснил молодой аудитории о Квинтессе Прайме. Когда Мальтесс и Террены были окружены архномехами, Мо взмолила Квинтессу о помощи и голос Прайма ответил и активировал камень, чтобы создать хэштег Джоу Брекера и Найт Шейля. Когда Робби заболел и Оптимус предположил, что только Эмберстоун сможет ему помочь, расстроенная Мо попыталась использовать свой киберрукав, чтобы связаться с Квинтессом Праймом. В отчаянии Мо пожалела, что никогда не прикасалась к камню в то время, когда Мандроид забрал артефакт. Приведя семью Мальта на свой звездолёт, Квинтесс показал Мо симуляцию того, какой бы была её жизнь, если бы она никогда не прикоснулась к камню. Затем Мандроид телепортировался на борт, надеясь разбить корабль и положить конец Мальта. Но Эмберстоун усилил киберрукав Мо настолько, что и удалось победить его. Затем Квинтесс явился перед Мальта, поблагодарив Мо за ответ на его звонок, но предупредив, что впереди ещё испытание. О первом Прайме мы закончили говорить. Уделим время другому, как например Лжемаксима. Зло бесконечно – это естественная сила, противодействующая добру во вселенной, которую невозможно по-настоящему победить. Когда был создан первый Прайм, обязательно был создан Лжемаксима, робот, который теперь считает себя своей противоположностью абсолютным злом. Угу, ну вот это уже интересная география из выровненных комиксов. Лжемаксим был одним из 13 оригинальных трансформеров, созданных Примусом. В отличие от своих собратьев, он решил не делить неоднократно, а делать это лишь выборочно. Это создало небольшую заразу в расе трансформеров, которая распространилась на последующие поколения и в конечном итоге расцвела с появлением 10 иконов. Из-за этого редкого подразделения связь Лжемаксима с божественным происхождением расы трансформеров была сравнительно неразбавленной, и он стремился принять ее. С этой целью он поручил Джаксусу и Кивертонской империи подвергнуть различные планеты экоконструктированию. Эти планеты постоянно переплетались вместе, образуя шапку – массивную, резонирующую структуру, которая позволила ему подняться в царство богов. Две группы трансформеров, одну возглавлял Гримлок, а другую Ультрамагнус и Мегатрон, нарушили этот процесс, вынудив Лжем покинуть свое материальное тело, а затем уничтожив и его, и его портал. Оставшись некуда идти, сущность Лжемаксима рассеялась и он был уничтожен. А как теперь в комиксах Айди Даби? Примерно 12 миллионов лет назад, в первобытную эпоху после ухода рыцаря Кибертрона из их родного мира, Лжемаксима стал монархом забытых равнин, убив императора Максима и прятуста Максима, чтобы укрепить свою власть, собирая армию звероподобных последователей, ставших известными как Максималной. В какой-то момент Лжемаксима вступил в контакт с звериным Оникс Праймом и заключил союз с так называемым Праймом. Однако Лжемаксима еще не узнал правду о своем новом союзнике, так как это был Шоквейв, который поставил перед собой новую миссию создать постоянную империю Дехептиконов, манипулируясь всей историей Кибертрона. С помощью игры теней и манипуляций Оникс превратил красноречивого Лжемаксима в фигуру, которую позже запомнит историю. В последующей эпоху Лжемаксима стала одним из 13 коалиций Праймов, совместно управляющих Кибертроном. Каждый Прайм привлекал последователей единомышленников, а красноречивый Лжемаксима и его новая группа преданных заработали репутацию харизматичных дипломатов, работающих над укреплением союзов между группами. Как и другие члены 13, Лжемаксима завоевал преданность Титана. В его случае он объединился с могучим воином Виге Лемом. Кибертронская история позже будет утверждать, что Максим пришел к пониманию того, что полезная ложь может быть более полезной, чем вредная правда, и это мнение распространилось на его последователей. Насколько это изменение взглядов произошло из-за влияния Оникса остается спорным. Лжем был заключен в тюрьму внутри Виге Лема и навсегда изгнан с Кибертрона. Он оставался в тюрьме до 2017 года, когда кризис на Кибертроне побудил отчаянную Винблейд пробудить Виге Лема, а значит Лжемаксима будет на свободе. В какой-то момент он снова вступил в контакт с Оникс Праймом, когда его старый союзник взял курс на Кибертрон на борту Немезиды. Чтобы завоевать обдословенность Совет Миров, Оникс притворился, что взял Лжем Максима в плен, доставив его на Кибертрон, чтобы его можно было еще раз судить за свои преступления. Но, увы, конец печания, так как из-за Руды-4, которая была в воздухе, Максима рухнул с неба и развился на куски. Теперь Завет Примуса. Максима был одним из стратегов 13-ти, наряду с Альфа-Трионом, Квинтусом и Микронусом. После поражения Микрона, Максима сосредоточился на добыче, хранении и переработке Энергона, но возмутился вмешательством Примы его союзников. Тем не менее, Максима выступал в качестве эмиссара различных фракций 13-ти, используя свое природное обаятельное обаяние. Выяснилось, что Максима экспериментировал с созданием новых роботов-зверей, когда он попросил мощный заспех для борьбы с ними. Прима приказал Максима закрыть его ферму, а Альфа-Трион далее сообщил, что Максима настраивал зверей друг против друга. Солкнувшись с толкновением на ферме, Максима пытался обвинить Мегатронуса в том, что он является истинным вдохновителем боевых зверей, заявив, что все это было частью потребности Мегатронуса проверять себя против них. Когда Мегатронус понял, что Максима все время манипулировал 13-ю и использовал их, и пытался обвинить его, разразился конфликт, который привел к нападению на Праймов. Когда конфликт закончился, Максима был найден, разорван на куски, а его голова была разрушена бластером Реквима, хотя никто не был уверен, кто на самом деле произвел смертельный выстрел. Максима был похоронен в гробнице, откуда Мегатрон в конечном итоге забрал его руку, чтобы позволить ему использовать кузницу Солус Прайм. А этот моментик помним в материале Трансформеры Прайм, получается это была его рука. Как же красиво мы остановились, так как сейчас самое время перейти к финальному персонажу данного выпуска, а именно к Солус Прайм. Среди 13 Солус Прайм является создателем, среди друзей ее очень любят как за ее способность создать практически любое устройство, которое им нужно, так и за ее интеллект и позитивный поддерживающий характер. Если у нее есть какой-то недостаток, так это ее свирипый злой нрав, который быстро вспыхивает при любом признаке несправедливости. Она находит радость в творчестве, поэтому особенно близка с Нексусом Праймом, Микронусом Праймом и Ониксом Праймом, которые увлекаются подобными занятиями. Однако ее самый близкий родственник Мегатронус. Этих двоих связывает глубокая преданная романтическая любовь, уникальная среди 13. И они проводят большую часть своего времени в интернете, радуясь присутствию друг друга. Все женщины-трансформеры созданы по ее шаблону, и таким образом наделены схожие архитектурные обработки, что является основным отличием между ними и их коллегами-мужчинами. Многие из арсенала великолепного оружия и значков, которыми владеют другие оригинальные трансформеры, являются ее впечатляющей работой. Созданы ее собственные иконы и кузницы Солус Прайм с помощью ее уникальных когнитивных систем, специализирующихся на ширкомасштабной и мощной параллельной обработке данных и проявляются в голографической решетке, известной как Станок Творения. Среди ее творений Звездный Меч, Реквием Бластер, Камень Химера, Броня Эйпекс, Бесконечная Комбинаторика, Край Хаоса, Кибер Калибр, Перо, Тианомикон, Клинок Терминус и Загадка Комбинации. Об этих творениях я говорил в отдельном видео, а теперь вновь биография и завет Примуса. Солус была четвертым Праймом, созданным Праймусом для победы над Юникроном. В рамках своего обучения Солус создала набор, который содержал виртуальную копию Юникронус, в который Праймы смогли тренироваться. Они быстро поняли, что их враг более чем способен победить их в прямом бою. Солус Прайм подружилась с конфликтующим Мегатронусом, создав для него первый набор скинов Темного Энергона. По настоянию Мегатронуса, она сконструировала Реквием Бластер, оружие которого, по ее мнению, практически невозможно остановить. Сомневаясь в том, что она создала Реквием Бластер, вызвал жаркую дискуссию среди тринадцатих, в которой Лжи Максимо отметил, что угрюмый Мегатронус сможет легко набросить на своих братьев и стать неудержимым. Она защищала Мегатронуса. Он гордился ее речью, и Солус Прайм продолжала производить новое оружие и артефакты для своих братьев, тесно сотрудничая с ними, чтобы имитировать некоторые из их врожденных способностей. Продолжая обучение, Солус работала с Квинтусом, Мегатронусом Праймом и Альфа Трионом над созданием компьютера, способного предсказывать все потенциальные действия Юникрона. В последующую эпоху Солус продолжала работать в своих кузнице, создавая полезные предметы для растущего поселения Праймов. Из-за разногласий между Солус и Мегатронусом он убил ее питомца, который тайно записывал действия Солус Прайм. А еще Мегатронус, не раздумывая, выстрелил из бластера Реквима, смертельно ранив Солус Прайм. Однако перед смертью она призналась ему в любви. Солус вернулась в ядро Кибертрона, и Примус, и оставленный им пароход стал колодцем всех искр. Так, узнаем дальше, а значит комиксы Адидаби. Примерно 12 миллионов лет назад Солус и ее племя присоединились к коалиции Праймов единомышленников Нексуса, Вектора, Альхимика Прайма и Альфа Триона, и основали деревню, которая в конечном итоге стала Хрустальным городом. Однажды вечером Вектор принес новость о том, что Мегатронус и его жители Темных Земель вторглись в соседний город Протегекс и убили Септимуса Прайма. Солус была непоколебима, но когда Оникс, Прайма и Лжи Максима прибыли, чтобы подтвердить предупреждение Вектора, они согласились объединить силы. В течение следующих двух миллионов лет Праймы правили доброжелательно. Солус Прайм стал известен на своей дружбе с Мегатронусом и своим бесконечным творчеством, используя свой токарный станок для создания коллекции оружия, произведений искусства и научных устройств, которые составили артефакты Праймов. Солус даже командовала преданным Титаном Каминусом. Однако со временем некоторые из Праймов стали высокомерными и стремились сохранить свою власть, заявляя, что они функционально бессмертны. Ошибочно утверждалось, что только Прайм может убить Прайма. До Золотого века Каминус покинул Кибертрон и колонизировал Далекую Луну. В этой колонии трансформеров будут развиваться религии, известные как Путь Пламени. Основываясь на учениях и философии Солус Прайм, религия обожествовала 13 как богов и почитала Солус Прайм как величайшую среди этого пантеона, полагая, что каждая искра Камиена содержит фрагмент сущности Солус. После смерти набожные считали, что все искры возвращаются в кузницу Солус Прайм, где она перевоплотится в нового Кибертронца. Религиозная организация, известная как Факелоносцы, считали себя слугами Солус Прайм и организовалась группа, чтобы почтить память токарного станка Солус Прайм. С каждым предложением все больше и больше информации. Но это еще не все. Трилогии Войны Праймов. Солус Прайм создала множество инструментов для защиты от Юникрона, в том числе загадку комбинации Бластер Реквиема. После того, как его возлюбленный Мегатронос использовал Бластер, чтобы победить Юникрона, она предстояла его обратно в свою кузницу. Теперь его цель была достигнута. Солус считала, что оружие следует уничтожить, чтобы предотвратить его неправильное использование, хотя Мегатронос считал, что под его опекой оно будет безопаснее. Эти двое начали драться из-за оружия, случайно заставив его выстрелить и смертельно ранив Солус. Умирая на руках Мегатроноса, ее жизненная сила была выброшена в воздух, при чем образовался Колодец Искр. Из-за ее смерти другие члены 13-й запечатали Бластер, и Мегатронос начал мозговой штурм плана воссоединения Солус. В конце концов, Мегатронос получил загадку Бластер и Матрицу Лидерства, объединив их силы, чтобы перекачивать жизненную энергию из трансформеров повсюду в Колодец. Когда его команда прибыла и покорила Мегатроноса, Мегатрон наблюдал, как энергия объединилась, и Солус начала реформироваться. Смущенная своими обстоятельствами, она спросила Мегатрона, что с ней происходит, и объяснил. Она продолжала только стоять и наблюдать, как Мегатронос уничтожает каждого из своих врагов. В ужасе от увиденного Солус неоднократно умоляла Мегатроноса остановиться, приказывая остальным уничтожить машину, привязывающую ее к Колодцу. В конце концов машина выпустила реликвию, в результате чего Солус начала исчезать. Все еще умоляя Мегатроноса о помощи, чтобы он остановился, Солус сделала дело в свои руки и использовала энергию Искр, чтобы вырасти в размерах, и схватила Мегатроноса. Вызвав его о многих злодеяниях, которые он совершил, в том числе о том, что стал причиной ее смерти, она стащила его в Колодец, убив их обоих, высвободив все скопившиеся Искры. Итак, очередной выпуск о Праймах подходит к концу. Мне кажется, получили разные интересные информации, может немного новой. Осталось еще немного, кто будет в следующем выпуске узнаете, я думаю, скоро. А пока что, всем спасибо за просмотр, не забудьте подписаться на канал, поставьте лайк для поддержки, также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео, увидимся в новых выпусках, и не только. Всем спасибо, всего начи и всем пока.